В Дальнем Востоке, Борис Ряузов, который прошагал дорогами войны, многие-многие другие, которые в дальнейшем в своих работах отразили ту эпоху, которая имеет отношение к середине и второй половине прошлого века. И нынешняя выставка тоже отражает целую эпоху, эпоху конца прошлого века и начала нынешнего века, эпоху, современниками которой мы являемся. Я думаю, что многие из тех работ, многие из которых уже узнаваемы красноярскими посетителями выставок, многие из этих работ составят в дальнейшем исторический портрет той эпохи, в которой мы переживаем. Дорогие друзья, я хочу поблагодарить организаторов этой выставки. Андрея Николаевича Ковальчука, который нашел время и посетил эту выставку, и горячо поддержал этот проект. Я хочу поблагодарить всех организаторов за те выставки и открывающуюся сегодня выставку, которые стали традиционными в нашем городе. Последние годы эта традиция все более и более расширяется, и это очень и очень радует, потому что количество посетителей этих выставок постоянно растет. Это означает, что людям нужны выставки, люди хотят прикоснуться к настоящему искусству, люди хотят видеть работы настоящих мастеров, и очень приятно, что это можно все делать здесь, в Красноярске. Ну и последнее я хотел сказать, я обращаюсь главным образом к нашим гостям. Дорогие друзья, ну давайте посмотрим на географическую карту, на место расположения Красноярска. Красноярск находится в центре Сибирских и дальневосточных регионов. Давайте пользоваться этим его центровым положением. Мы рады всегда видеть здесь вас, встречать вас как гостей, участников выставок. И милости просим в город Красноярск. Большое спасибо. В прождении на сцену приглашается министр культуры Красноярского края Елена Николаевна Мироненко. Уважаемые гости, ведь сегодня здесь на этой выставке 29 городов представлено Сибири и Дальнего Востока. Это просто потрясающе, что такая огромная у нас с вами здесь выставка открывается и что такое количество работ было представлено. И я очень надеюсь на то, что у каждого красноярца обязательно найдется время для того, чтобы посетить эту замечательную выставку. Я понимаю, что мы находимся в самом центре России. И Красноярск всегда по праву считается сердцем Сибири. И поэтому совершенно не случайно увидеть такое разнообразие, такую палитру из городов Дальнего Востока и из сибирских городов. Очень много председателей Союза художников России региональных здесь присутствует. Очень много искусствоведов, поэтому я хочу помимо того, что будет проходить выставка, пожелать вам плодотворной работы на научно-практической конференции, которая обязательно должна отдать какие-то нам рекомендации, которые мы обязательно примем к будущему для того, чтобы организовывать и дальше эти выставки, как минимум ежегодно. Я вас всех поздравляю с этим чудесным событием. Желаю получить настоящее удовольствие от просмотра. Спасибо. Отдельно, пользуясь такой прекрасной возможностью, таким огромным присутствием творческого сообщества, хотела бы объявить, что с 1 декабря 2015 года мы объявляем открытым конкурс на разработку бренда Красноярского края. Информация об этом конкурсе, положение будет размещено на сайте Министерства культуры Красноярского края, на краевом портале культура24.рф и на сайте Дома искусств Краевого, который является оператором этого мероприятия. Здравствуйте. Член Президиума Российской Академии Художеств, лауреат Государственной премии Российской Федерации, член Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству, председатель Комиссии по культуре при Общественной Палате Российской Федерации, Андрей Николаевич Ковальчук. Спасибо, спасибо. Уважаемый Ильдхам Шукриевич, уважаемая Елена Николаевна, дорогие друзья, мои коллеги, гости, жители города Красноярска, мне очень приятно сегодня открывать эту замечательную выставку, потому что каждое такое событие – это явление в художной жизни нашей страны. И прежде всего я поздравляю наших художников, художников из двух замечательных красивых регионов в Сибири и Дальнего Востока. Наши организации, Совет Художников России, прислали большое количество работ в Красноярск. Не все удалось вместить, но эта экспозиция – это по-настоящему экспозиционный шедевр. И я надеюсь, что зрители, которые придут в выставочный зал, они оценят это и увидят, чем живут художники и в Сибири, и в Дальнем Востоке. Будут сравнивать их, пытаться прочувствовать каждого автора. Это очень интересно для всякого ценителя искусства. Я хотел бы поблагодарить руководство Красноярского края и города Красноярска, потому что во взаимодействии руководства края и города, и Союза художников России, и Академии, Российская Академия художеств, На этом примере мы видим то, о чем мы можем только мечтать, то, о чем говорится в основах государственной культурной политики, которая была принята в конце прошлого года. И мы надеемся, что изменения в отношении к культуре, которые намечены в этих основах, они будут проявляться вот как раз на таких примерах, которые мы сегодня видим. Это взаимодействие дает возможность и художникам показать свои работы. И самое главное для жителей нашей страны получить тот заряд, то духовное наполнение, которое несет в себе культура, которое несет в себе всякое явление в культуре, различные виды искусства. Это все является тем, что в дальнейшем делает человека высокодуховным и творческим человеком и личностью, которая может проявляться не только в искусстве, но и в бизнесе, в спорте, ну и вообще просто. Нормальный культурный образованный человек — это достояние вообще человечества. Поэтому я поздравляю еще раз всех художников, руководства края и города, всех жителей города Красноярска с этим интереснейшим проектом. И я надеюсь, что такие проекты, они будут продолжаться. Хотя я знаю, что в вашем городе очень активный союз художников России. И он постоянно проводит выставки. Я имею в виду здесь и председателя Сергея Николаевича Ануфриева, и всех тех активных сторонников, и коллег Сергея. Ну и в заключении мне хотелось бы сказать еще раз о том, о чем говорил Елена Николаевна Мироненко, что с сегодняшнего дня начинается конкурс на бренд Красноярского края. Это интересное такое явление, которое даст возможность увидеть, что предложат и местные художники-дизайнеры, и ваши соседи, и, возможно, мы подключим и Союз дизайнеров России для того, чтобы этот конкурс был по-настоящему всенародным. И результатом этого конкурса должно стать такое уникальное какое-то произведение, которое станет по-настоящему брендом и будет являться миру вот с таким посланием Красноярского края. Поэтому я надеюсь, это тоже будет интересный такой творческий проект, творческое состязание. Еще раз спасибо всем. Я всех поздравляю. Всего доброго. Большое спасибо. Спасибо. Большое 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 спасибо. Уже очень много слов было сказано. Благодарность художникам, благодарность тем, кто принимал участие в организации этой выставки. И я думаю, сегодня еще много слов будет сказано. Хочу сказать, что выставки такого масштаба, они возможны только в одном случае. Если администрация края и администрация города не относятся безразлично к тому процессу, который происходит в изобразительном искусстве. Уже было несколько встреч и несколько дискуссий, на которых было ясно сказано, что духовность, она не проявляется на следующий день после того, как мы к ней начинаем стремиться. Это не спорт, когда достаточно сходить в спортивный зал и выйти оттуда уже красивым, спортивным, здоровым. Это вложение в культуру, вложение долгосрочное, вложение, которое даст свои сходы, может быть, в следующем поколении. Но это будут люди, для которых не будет безразлично такое понятие, как родина, такое понятие, как красота, такое понятие, как понимание того, что происходит в нашей стране. И действительно, вот эта выставка, она дает такую возможность очень многим, кто придет и ее посмотрит, и тем, кто сегодня пришел. Низкий поклон администрации Красноярского края и администрации города Красноярска. И тем учреждениям, благодаря которым эта выставка не могла состояться. Это культурно-исторический музейный комплекс, это центр культурных и международных связей. Это с их поддержкой, которую не видно. И большинство из вас о ней не знают. Я не могу не сказать, потому что это люди тихие, скромные, ответственные. Это они привезли и развесили. Но Красноярск действительно город магнетический. К нему сначала на уровне региональных связей повлекло тех, кто участвовал в наших совместных выставках. Мы перешагнули этот рубеж, мы сделали выставку межрегиональную. Это практически две трети страны. И следующими нашими планами будет организация проведения выставки «Дальний Восток Сибирь» в городе во Владивостоке на следующий год. И, возможно, показ всей этой замечательной выставки в дружественной нам стране Китайской Народной Республики. Но приближается еще более серьезная дата. Это 30-летие отделения Российской Академии Худорств в городе Красноярске. И мы планируем для себя, и уже поставили в известность нашу власть, которая нас поддержала, эта выставка «Урал, Сибирь и Дальний Восток». Я думаю, что это будет событие не менее яркое и красочное, потому что «Урал» – это тоже огромный и очень творческий регион. Может быть, не во всех регионах вот настолько слаженно и, может, кажется даже, что и просто организуются и осуществляются такие проекты. Но наш регион, я думаю, это на сегодняшний день образец для поддержания, для подражания для всех остальных. И хочу еще раз поблагодарить и поздравить всех, кто сегодня пришел, всех, кто участвует в этой выставке, и всех, кто помог нам в осуществлении этой выставки. Огромнейшее всем спасибо. И нам остается лишь добавить, что выставка начинает свою работу и продлится до 20 декабря. Пожалуйста. Друзья, совершенно неожиданно к нам приехал очень высокий гость из Москвы, директор Института искусствознания Российской Академии Художеств, академик Толстой Андрей Владимирович. Он сейчас зачитает приветствие от президента Академии Дура Академича Церетели. Спасибо. Спасибо большое, Андрей Николаевич. Ну, я хотел сначала сказать несколько слов от себя. Уважаемые участники выставки, уважаемые гости. Вы знаете, я вот приехал только вчера, но сегодня имел удовольствие. С утра еще монтаж выставки продолжался, посмотреть эту экспозицию, сейчас еще раз туда зашел. И я укрепился в своем впечатлении, что это необычайно сильный выставочный проект. Выставочный проект, который показывает действительно разнообразие, многогранность художников, работающих в разных городах вот этого замечательного, но огромного региона. От действительно Сибири и Дальнего Востока. Каждый город имеет свое лицо, каждый художник тоже имеет свое лицо. И вот это лицо образует такую уникальную совершенно панораму темпераментов, талантов, припочтений цветовых, приточений композиционных. То есть всяких таких очень важных профессиональных вещей, которые необходимо всегда иметь в виду, когда мы говорим о художественной выставке. Живопись, прикладное искусство, немножко графики. Все это скульптура, все это замечательные образцы, которые здесь представлены. И мне кажется, что выставка просто очень получилась. Она получилась действительно очень компактной, но очень мощной, цельной и такой впечатляющей. Поэтому я искренне поздравляю от себя пока что, сейчас зачитаю предъявление от Ира Константиновича, от себя поздравляю всех участников и благодарю всех тех, кто способствовал возникновению и созданию этой выставки. А теперь вот прочту приветствие. Участника выставки «Сибирь, Дальний Восток» и Международной научно-практической конференции «Искусство Сибири и Дальнего Востока. Наследие, современность, перспективы». Дорогие коллеги и друзья, Президиум Российской Академии Художеств, я лично приветствую участников и организаторов выставки «Сибирь, Дальний Восток» и Международной научно-практической конференции. Эти два события имеют большое значение, поскольку они способствуют развитию современного искусства огромного региона России, укреплению его духовной силы. Отрадно, что накануне 30-летнего юбилея создания отделения «Урал, Сибирь и Дальний Восток» Российской Академии Художеств с центром в городе Красноярске на родине замечательного русского художника Василия Ивановича Сурикова художники и искусствоведы стали сплоченным творческим коллективом. Изобразительное искусство необъятного края является частью искусства общероссийского. Оно объединяет не только центральные города Сибири и Дальнего Востока, но и самые отдаленные уголки нашего бескрайнего Отечества в единое пространство. Мы уверены, что так необходимый сегодня свет высокой правды, доброты, человеческого сострадания и красоты, воплощенных в произведениях мастеров, привлечет внимание зрителей и послужит благородному делу при общении современного общества к миру прекрасного и возвышенного. От имени Российской Академии Художеств и от себя лично искренне желаю всем участникам, организаторам этих мероприятий доброго здоровья, счастья, благополучия и творческих успехов. Президент Российской Академии Художеств, народный художник России, Дурак Церетели. Спасибо большое. Спасибо. Торжественная церемония открытия выставки. Мы еще раз напомним, что она продлит свою работу до 20 декабря. И позвольте с удовольствием пригласить вас, уважаемые первые зрители, ознакомиться с экспонатами. И мы желаем вам получить истинное эстетическое удовольствие. Добро пожаловать и самые наилучшие пожелания. Добро пожаловать в Казахстан. Добро пожаловать в Казахстан. Продолжение следует...